В этой комнате средь бела дня творится настоящий студенческий беспредел. В Таракусниках медуниверситета самое время на парах сидеть, а они в темноте оттяживаются. По просьбе журналистов свет в комнате включают всего на пару минут и поясняют, именно так выглядит будущее. По ощущениям ничего, то есть это не больно. Единственное, гель холодный, который вводят. То есть я просто сокращаю, например, кисть или ногой, соответственно, там отображается движение. Потом я то же самое представляю у себя в голове. Таракурсник Вадим хоть и сидит битый час на деле важные вопросы решает. Его голова теперь не то, что российскую мировую науку вперед двигает. Ему для этого даже книжки читать не нужно. Можно просто воображать и фантазировать. Для университетских ученых мозг студента теперь часть масштабного эксперимента. Больше сотни датчиков считывают передаваемые и получаемые им сигналы, шпруют и отправляют их на компьютер, где они визуализируются в виде чисел и графиков. Мозг живого человека изучает и разбирает на части, как если бы он был электронным устройством. На деле изучают и электронику, и то, как ей можно управлять всего лишь силой мысли. Конечно, наша цель через эти сигналы, через девайсы, которые мы сделали, человек мог управлять. Ну, например, вот камера, которая стоит здесь. Подумал, и камера привернулась, например, на этого человека. Подумал, и к нему приближается какое-то устройство, с помощью которого он может пить, покушать и так далее. В научной среде у таких устройств уже даже есть название нейрокомпьютерные интерфейсы, или, говоря проще, мозгомашинные интерфейсы. Сегодня саморские ученые лишь делают первые шаги в их изучении. Помимо этого, в медуниверситете уже не первый год ведутся работы по созданию технологий дополненной реальности, технологий визуализации и симуляционных технологий. Проекты по последним двум направлениям 3D-атлас человеческого тела и виртуальный хирург уже успешно реализуются и получили мировую известность. Теперь аналогичные задачи ставят и перед исследователями нейроинтерфейсов. Сегодня в какой-то степени для региона и для университета такое стратегическое событие. У нас одновременно собрались как фонд перспективных исследований, очень серьезный фонд с серьезным финансированием, с серьезными задачами, и ведущие ученые и специалисты в области нейроинтерфейсов. Мы рассматриваем научно-технический задел и способность коллектива выполнять те или иные задачи, которые потребуются для повышения бронеспособности в социально-экономических сферах. Вчера и сегодня мы достаточно много побывали в различных медицинских учреждениях университета и увидели, что есть научные коллективы, которые способны выполнять задачи по прорыву. В рамках встречи столичным экспертам удалось посетить все функционирующие лаборатории и исследовательские центры САМГМУ. Однако особое внимание все же было уделено Центру прорывных исследований, право на его создание Самарский медуниверситет получил еще в прошлом году, победив в федеральном конкурсе. И именно здесь сегодня ведется работа по созданию нейроинтерфейсов. Дело в том, что Самарский проект сейчас очень сильно продвинут, как раз вот по всем компонентам. Здесь есть хороший научный потенциал, они уже показали на реальных работах начального уровня. Здесь есть кадровый потенциал, есть люди, которые этим занимаются. Ну и, наконец, все, кто здесь работают, понимают, как привлекать средства для этого дела. Не исключено, что после встречи с ведущими российскими специалистами и экспертами в области медицины Самарский медуниверситет получит возможность существенно ускорить работу над новыми проектами. Сегодня Фонд перспективных исследований занимается продвижением химико-биологических, медицинских, физико-технических и информационных проектов. Все они нацелены на поиск решений особо значимых научно-технических проблем, которые будут определять облик средств вооруженной борьбы и систем двойного назначения через 20 или 30 лет. Если исследования самарских медиков будут поддержаны, то им удастся войти в федеральную команду по решению этих проблем. Кроме того, сам ГМУ сможет получить инвестиции на создание в Самаре лаборатории прорывных исследований, которые, помимо вопросов обороны, продолжат заниматься и повседневными задачами, решением проблем пациентов. У нас даже есть концепция такая, создать интерфейс умных вещей. То есть, когда у человека находится там, посмотрели, наверное, да, некоторые наши девайсы находятся на голове источник сигналов, а эти умные вещи тоже имеют устройства такие же интерфейсные, и они могут общаться между собой и помогать человеку сделать то, что он сам не сможет сделать. Вот это медицина. Определить будущее российской, а, возможно, и мировой медицины сегодня основная задача самарских специалистов. Проекты, разрабатываемые в местных лабораториях, так или иначе будут востребованы, если не крупными госкорпорациями, то конечными пользователями, пациентами и людьми с ограниченными возможностями. Что касается будущего родного вуза, его самарские медики уже предопределили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова